Эти кадры сняты 18 ноября. На улице уже минус 10. Вода в реке, куда идут стоки сочистных, течет бурным потоком. Через пару дней поток прекратился. Местные жители уверены, теперь отходы сбрасывают ночью. В реке постно стоит вязкая черно-синяя жидкость с едким запахом. Может, кому-то что-то покрасить надо? Вы представьте, какая густота. Запах, конечно, я тебе врежу, называется. Вот, смотрите. Вот она. Как будто я в банке краску перемешиваю. Жители села Постненский планируют и дальше мониторить ситуацию. И если нужно, фиксировать факты сбросов и по ночам. Ранее родниковцы подписывали петицию, проводили одиночные пикеты в Москве и записывали видеообращение Бастрыкину. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. Жители уверены, причиной экологической катастрофы – текстильная фабрика «Унтекс» и очистные сооружения индустриального парка. Администрация Родниковского района сообщила, что ведутся работы по прокладке напорной канализации от фабрики «Унтекс» до территории индустриального парка. Их должны завершить в течение месяца. Определили подрядчика, который будет реконструировать очистные на территории особой экономической зоны. Это московское АО «Ионно-обменные технологии». Проект обойдется в 740,5 миллионов рублей. Закончить работы подрядчик должен до 10 декабря 2024 года. После реконструкции производительность новых очистных сооружений должна составить 800 кубометров в час. Часть районов города – родники и планируют перевезти на артезианские скважины. Марина Зейна, телекомпания «Барс».